Здравствуйте! Вы смотрите новости телеканала Сампо ТВ 360. В студии Анжела Маркевич. Смотрите в этом выпуске. Слышим крики. Люди со второго этажа прыгали, падали, переломали себе все ноги. Люди выжили чудом. Ночной пожар уничтожил жилье восьми петрозаводских семей. Здесь собираются пьяницы, алкоголики. Самый преступный участок находится здесь именно. Как превратить пустырь и разруху в привлекательное место? Петрозаводчане знают, что нужно Нижней Перевалке. Рев моторов прокачанных спорткаров сотрясал воздух на ралли «Карелия-2018». Этим утром жители микрорайона «Ключевая» на работу собирались в темноте. Без электричества оказались более сотни домов и социальные учреждения. Вышедший из строя кабель обесточил три трансформаторных подстанции. Проблему устранили к полудню. Это уже десятый случай отключения электроэнергии в городе за полмесяца. Периодически без света остаются не только «Ключевая», но и «Галиковка» и «Куковка». Основная причина – изношенные сети. Работы по реконструкции сетей, по обновлению, модернизации сетей, он производится на постоянном режиме. Но понятно, что в течение года, например, план составляется, он реализуется. Тут никаких задержек и проволочек нет. Но, тем не менее, это далеко не весь масштаб города, который можно охватить. Поэтому самые аварийные, опасные участки ремонтируются, самые поврежденные, самые изношенные. Это делается постепенно. Теперь информировать население о проблемах со светом будут и через социальные сети. В группе городской администрации появится сообщение с указанием причин отключения и возможными сроками завершения работ. Петрозаводским погорельцам с Октябрьского проспекта выдают ключи от временного жилья. Напомним, в ночь с 27 на 28 января в результате страшного пожара 8 семей остались без крыши над головой, а трое пострадали. Последствия той ночи увидел наш корреспондент Эдуард Тур. Сегодня он побывал на пепелище. Жильцы, сгоревшие на половину деревяшки, возвращаются домой за вещами. Точнее, за тем, что от них осталось. Той ночью пожар охватил 8 квартир. Все, что не сгорело, затопило водой. Выжили все, но госпитализированы 3 человека. Подошли к двери, дверь горяченная, то есть уже подъезд полыхает. Ну, загорелось, видимо, мгновенно, потому что там за полчаса до этого мы выходили, все нормально было. Вот, и слышим крики, люди со второго этажа прыгали, падали там, переломали себе все ноги. Пункт временного размещения развернули в 36-й школе. Сейчас погорельцам выдают жилье из маневренного фонда. Это коммунальные квартиры в общежитии на улице Щерса. Четыре семьи уже въехали, две оформляются. Еще одним предоставлены ключи для осмотра помещения. Тем не менее, переезжают пока не все. Дом не весь сгорел. Сгорел один подъезд. Второй подъезд пригоден для проживания. В настоящее время там восстановлено электроснабжение. Водоснабжение функционирует в обычном режиме. И сегодня будут производиться ремонтные работы по восстановлению газоснабжения. Там дом был на газовых баллонах. Газовые баллоны сегодня должны вернуть и отремонтировать подающие газопроводы. В прошлом году этот дом на Октябрьском признали аварийным. Полностью его расселят до 2022 года. До этого момента жить, скорее всего, придется в коммуналке. Погорельцам уже выдали матрасы и раскладушки. Администрация поможет и деньгами, но точную сумму материальной помощи пока не называют. Помочь финансово могут и неравнодушные жители республики. Эдуард Тур, Сергей Беляев, САМПО ТВ, 360. И сегодня с самого утра люди несут одежду и посуду пострадавшим от пожара. Сбор помощи организован в Центре Истоки по адресу Лизы Чайкиной, 9. Центр регулярно проводит акции по сбору вещей. Многие уже знают, куда нести одежду и обувь, которые еще могут кому-то послужить. О Погорельцах на Октябрьском благодаря социальным сетям узнали тут же. С 9 утра неравнодушные люди приносят вещи. Постельное белье, игрушки, стиральный порошок. Учитывая время года, в первую очередь, конечно, мы принимаем зимний ассортимент одежды. Ну и людям нужны также и постельные принадлежности, товары, первые необходимости, домашняя утварь, посуда. Это мы тоже все принимаем. Сейчас Центр Истоки принимает вещи по адресу Лизы Чайкиной, 9, обмен на вещевой пункт. В Центре Истоки можно приносить вещи с 9 до 5 в будние дни. Деревянные лавки и печь ушли в небытие. Впервые за последние 78 лет в поселке Ихало Лахденпохского района первичную медико-санитарную помощь будут оказывать в нормальных условиях. Там торжественно открыли новый фельдшерско-кушерский пункт. На церемонии была и наша съемочная группа. Маленький коридор с печкой и один неотапливаемый кабинет. Так больше полвека работал единственный медпункт в поселке Ихало Лахденпохского района, построенный еще в 1939 году. Этот медпункт уже я, мне в 63 года спросите, он существует здесь. Здесь, конечно, очень неудобно, мало места, очереди большие сидим. А там все же, надеется, будет чисто, удобно. Жители Ихало еще не знают, какой комфорт и удобство их ждут в новом медпункте. Для фельдшера Татьяны Владимировны Тихоновой, принимавшей пациентов больше 40 лет, открытие нового ФАПа – настоящий праздник. Теперь ей не придется мерзнуть на работе в валенках и пуховом платке, принимать пациентов в верхней одежде. Света сколько, тепло, вода, все это хорошо. А там не воды, не туалета и холодно. Здесь все новое и современное. Кроме теплого туалета и воды из крана, новый ФАП оснащен электрокардиографом, дефибриллятором, различными укладками для оказания медицинской помощи, набором лабораторного оборудования. Открытие подобного пункта в скором будущем позволит жителям поселка получать качественные медицинские консультации. Открытие такого ФАПа, модульного, современного, это прежде всего следующий шаг к разведению телемедицины. Ведь задача, которая стоит в целом по России и у нас в республике, это прежде всего создать такие условия, чтобы любой житель самого-самого, может быть, дальнего поселка мог сегодня получить консультацию, наверное, лучшего врача в России. Открытие нового ФАПа стало важным событием для жителей поселка, где собрались радеющие за его появление. Почетным гостем стал глава Карелии Артур Парфенчиков, который отметил, что развитие медицины в поселке – это здорово. Но не стоит делать из этого праздник, ведь так просто должно быть в каждом районе Карелии. Евгения Лёгкая, Сергей Беляев, Сампо ТВ 360, Лагденпохский район. Напротив здания железнодорожного вокзала могут появиться большие буквы, составляющие название карельской столицы. Они будут встречать приезжающих со стороны перрона. Такую идею предлагает инициативная группа по благоустройству микрорайона Нижняя Перевалка. С активными горожанами, мечтающими попасть со своими идеями в проект «Комфортная городская среда», общалась Светлана Воробьёва. Пустыри, недострои развалены. Пока территория по ту сторону железной дороги от Петрозаводского вокзала выглядит непривлекательно. Сейчас всё это заброшено, и никому это не нужно. Здесь собираются пьяницы, алкоголики. Самый преступный участок находится здесь именно. Борис Борисович старожил и помнит, что когда-то здесь планировалась улица имени маршала Толбухина, героя Первой и Второй мировой войны. С тех пор прошло более полувека. Родной микрорайон только зарастал бурьяном и деревьями. В то же время по здешним тропкам постоянно ходят горожане. Через туннель до центра отсюда рукой подать. Этот район должен быть эстетически красиво выглядеть. Он должен быть привлекателен. Тем более здесь располагается железная дорога и железнодорожный вокзал. Въезд – это ворота города Петрозаводска. Инициативная группа Нижней Перевалки начала работу этой осенью. Собрались, решили благоустроить. В Союзе дизайнеров Карелии заказали дизайн-проект. Сегодня уже можно увидеть, какой привлекательной может выглядеть эта территория. Мы разделили данный участок на три зоны. Первая зона – это от надземного перехода до тоннеля. Там требуется установка пешеходной дорожки, освещение, чтобы люди с комфортом могли переходить. Вторая зона – это придомовая территория. И там, соответственно, мы предусмотрели зону тишины, зона отдыха. И третья зона – это самопрестационный сквер. Проект предусматривает благоустройство всей территории от Гоголевского моста до автовокзала. В первую очередь планируется ее очистить. Затем обустроить пешеходные дорожки, освещение, создать зоны отдыха. Кстати, дизайнеры сделали интересное предложение. Напротив железнодорожного вокзала выложить большими буквами название города Петрозаводск. Светлана Воробьева, Владимир Волотовский, Сампо ТВ 360. К другим темам. Шестая международная гонка на собачьих упряжках по земле Сампо состоялась. 120 спортсменов из России, Швеции, Финляндии, Белоруссии в течение трех дней гонялись по трассе стадиона «Коммунальник» в Петрозаводске. Состязания стали испытанием для четвероногих участников. Плюсовые температуры и мягкий снег потребовали от лохматых гонщиков выносливости и выдержки. Все подробности у Юлии Кучеренко. На стадионе «Коммунальник» в Петрозаводске скопление мокрых носов и голубых глаз. Эти издовые метисы приехали из Санкт-Петербурга. Там нам есть нескольких пар. Вот на Курцхар, Пойнтер, Грейхаунд. И у нас еще где-то далеко в предках сидят аляскинские хаски. Вот поэтому у нас голубые глаза. Еще одна упряжка из северной столицы из команды «Хаски Фэмили». Два года назад приезжали к нам на соревнования, но были дисквалифицированы. Одна из собак встала на трассе во время гонки. В этом году приехали реабилитироваться. Приобрели с того старта не только опыт, но и статус. За эти два года мы поднялись до уровня вице-чемпионов мира. Так что надеемся удержать свои завоеванные позиции. Это первые победы российской шестерки за последние, по-моему, 10 лет. Чемпионам хаски на карельском этапе Кубка мира почивать на лаврах не пришлось. Собакам с толстой шерстью было труднее, чем, к примеру, лысым метисом. На выносливость собак проверяла погода. Кстати, в прошлом году из-за отсутствия снега гонку пришлось отменить. Петрозаводск встретил гонщиков плюсовой температурой. Теплая погода стала настоящим испытанием для четверолапых спортсменов. Но спорт есть спорт. Ни одна собака от гонок не отказалась. Девять упряжек вышли на масс-старт. Впервые на этих состязаниях спортсменам предстояло преодолеть 6 километров. Масс-старт требует высокой подготовки как каюров, так и собак. Поэтому не все рискнули поучаствовать в этой дисциплине. Это нервительно, но хорошо. Потому что редко, когда масс-старт, особенно у упряжек четверок, в нашей стране это вообще редкость. Практически одно из первых такого рода мероприятий. Это требует высокой подготовки как каюров, так и собак. Поэтому вы были свидетелями достаточно редкого у нас явления. Собаки справились с рыхлым снегом и влажностью. Гонка состоялась. Ее итоги подвел глава республики. Отличная погода была несколько дней назад. И такая же отличная погода будет завтра-послезавтра зимняя. Но у нас два серьезных соревнования. В Лагденпохе – это авторали, первый этап Кубка России. И вот здесь этап Кубка мира уже по ездовому спорту попали вот в эту нашу карельскую оттепель. Погода не останавливает организаторов в желании провести в Карелии чемпионат мира по ездовому спорту. Республика будет подавать заявку на проведение чемпионата в 2021 году. Теперь лишь бы погода не подвела. Четвероногие гонщики бежать готовы. И это были не единственные гонки, которые прошли на минувших выходных в Карелии. Лагденпохе принимала участников первого этапа чемпионата России и Северо-Запада по автомобильному спорту. Снежное ралли Карелия-2018 прошло при резком потеплении, дожде и в лужах. Однако гонщики, а это 40 экипажей, не огорчились и упорно покоряли сложную скоростную трассу. В гуще автогоночных событий побывала Евгения Легкая. Эта маленькая красная машинка принадлежит, как многие догадаются, девушке, хрупкой блондинке, но настоящему мастеру вождения. В ралли Карелии Анастасия участвует уже в седьмой раз. В прошлом году она получила титул мастера спорта. К гонкам готовилась долго и тщательно. Для настроения Настя на маму вязала экипажу желтые шапочки. Для лучших результатов Форд Фиесту прокачали дорогостоящим оборудованием. Ой, не спрашивайте. Это вообще космос. Вообще очень много. У нас, ну вот, в команде сейчас мы разрастаемся, все больше и больше машин. Это просто безумно дорого. Но есть ради чего. Трасса Влагденпохья – одна из самых интересных, делится участница. Очень достойная, очень интересная конфигурация. Качество дороги, вот, неуверенно, потому что вот теперь, да, и покрытие очень поменялось. Вчерашнего даже дня, с ознакомления. Ну, все равно конфигурация, прям, все кайфуют. Открывать первый этап чемпионата России приехали спортивные чиновники из Карелии и Санкт-Петербурга, а также глава республики. Артур Парфенчиков пожелал гонщикам побед и безаварийной дороги. Очень приятно, что действительно уже десятки раз проводилось такое соревнование здесь. И оно продолжает пользоваться популярностью, оно открывает соответствующий чемпионат России. И, конечно, это хороший возраст, 23 года, это такое время, знаете, настоящей такой, уже молодой спортивной зрелости. После официального открытия Парфенчиков лично познакомился с гонщиками. С любопытством осмотрел спортивные автомобили. Как трассы, Сергей, вчера посмотрели? Ну, хорошая была. Была, да. Сейчас пока погода-то немножко нас не поддерживает, ну а что делать? У нас вариантов нет, все в одинаковых условиях. Неожиданное для этого времени года потепление действительно несколько обескуражило гонщиков. Стартовать пришлось среди глубоких луж и мокрой снежной каши. Но профессионалы были готовы и к такой дороге. Погода не очень, наверное, для обычных автомобилей, для раллиного автомобиля. В принципе, это хорошая погода, будет, наверное, хороший зацеп колес. Ехали действительно быстро. Машина Алексеева, например, разгонялась до 200 км в час. Но соперники оказались быстрее. По итогам двухдневной гонки в личном зачете победу отпраздновал действующий чемпион страны Станислав Травников. В зачете Кубка Республики Карелия первое место занял экипаж Дениса Коваленко, Игоря Марова из Санкт-Петербурга. Евгения Легкая, Сергей Беляев, Сампо ТВ 360, Лахденпохский район. И на сегодня это все новости о новых событиях. Завтра вам расскажет Юлия Кучеренко. А я, Анжела Маркевич. Пока с вами прощаюсь. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok